Приветствую всех, с вами Школа Ложка на канале Школа Ложка и это второй выпуск Флэшедрома. Поскольку мне в наибольшей степени доставляют именно казуалки, то и рассказывать я буду именно о казуалках. А игры типа стратегий, драк и прочего оставим для Немо. Итак, первая игра на сегодня это Анфризми. Сюжет разворачивается вокруг некой хреновины типа клизма, которая плюется антифризом и нам необходимо разморозить всех птичек на уровне. Но не обольщайтесь, все не так просто. По мере прохождения нам будут добавляться новые элементы управления, такие как передвигаемая доска, которые будут служить для перенаправления жидкости. Данная игра сопровождается довольно забавным таким звуковым сопровождением, звуковой дорожкой. Однако по мере игры она, к сожалению, постепенно надоедает. Дойдя до третьего уровня, мы видим, что у нас помимо доски добавился еще один элемент управления. Некое яйцо, которое позволяет ускорить жидкость. По мере прохождения данное яйцо также можно будет поворачивать, как и доски. На панели игры можно заметить как номер уровня, так и некий бонус, представляющий собой таймер, идущий в обратном направлении. И чем быстрее мы закончим уровень, тем больше очков нам прибавится. Собственно, тут больше рассказывать-то и не о чем. Давайте закончим этот уровень и перейдем к следующей игре. Вторая игра в сегодняшнем списке называется Cage the Candy Halloween. Действия игры разворачиваются вокруг кавайного лангольера, как бы это ни звучало. У нас есть лохматый шарик, у него есть одна офигительно длинная рука, с помощью которой мы и будем павать конфеты. Однако данные конфеты больше похожи на некие мишени, что ли. Управление производится с помощью мыши. По сути, данная игра напоминает чем-то гейплей небезызвестного Человека-паука. Передвигаемся по карте, жрем конфеты. Звуковое сопровождение, так же как и в первой игре, довольно забавно, однако однообразно. Уровни в игре довольно разнообразны, и каждый раз приходится выполнять что-то новенькое. Как, например, выламывать двери, передвигать ящики, передвигаться через мельницы, перепрыгивать с тыквы на тыкву и прочие приколюхи. Итак, переходим к третьей игре, Банзи Хэллоуин. Этакому лидеру, моего личного топ-3 за неделю, данная игра представляет собой отстрел всяких упырей, летучих мышей и оборотней. Управление, так же как и во второй игре, происходит с помощью курсора мыши. Нам необходимо отстреливать все, что когда-либо двигалось. К сожалению, передвигаться по уровню мы не можем, однако мы можем использовать все, что находится на уровне, дабы застрелить наших врагов. Например, пули в данной игре замечательно отскакивают от стен, что позволяет нам рикошетом застрелить любого монстра. Звуковое сопровождение в игре просто офигительное. Особенно доставляют комментарии монстров во время их смерти. В игре присутствует большое количество ачивок, что не может не радовать. А так же с каждым новым уровнем, уровни становятся все более изощренными. С прохождением появляются все новые элементы геймплея, такие как взрывные бочки, катящиеся колеса, давящие врагов, стены с шипами и прочая развлекуха. Пожалуй, пройдем еще один уровень, и на этом закончим. Надеюсь, вам было интересно. Поставьте лайк и подпишитесь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok